Сегодня в рамках акции «Наши дети» в Гомеле прошел новогодний молодежный баль. 80 наученцев и студентов протягнули традицию, початок которой был даден в минулом году. В атмосферу 18-19 ста годов окунулись и наши корреспонденты. Это с правдой вельми пригожая. Когда на паркет выходят 40 пар в костюмах минулых ста годов, застаться обыяковым не может никто. Многие удельники балью занимаются танцами не один год и выступают в отповедных ансамблях. А некто специально рыхтовался до этого вечера. Только на первый взгляд сдаётся, что полонез, вальс и полька выконываются просто, а на самой справе – постоянная концентрация и доведенные до автоматизму рухи. Хоть с другого боку. И отчувание у таким одзенней незвычайное. Каждый день такое не прочувствуешь, как будто окунаешься в прошлые века, когда это было модным, скажем так. У нас сейчас это не считается модным, сейчас это элитно, можно сказать, поэтому приятно очень почувствовать себя в такой атмосфере, очень интересно. Мы учили танцы с нашим заучием Татьяной Сергеевной Двораковской и репетировали с хореографом, пару занятий было. Ну, было интересно, это разнообразие. Я никогда танцами не занималась, а тут так было интересно. Невеликий перепынок для уручения узнагарод. Это так сама традиция. 50 ученцев установ в середней профессийно-технической и середней специальной эдукации отримливаются премии Аблвыконкама. Сарод лауреата у переможцы республиканских и международных конкурсов и олимпиад. Я вообще родилась в Беларуси, так-то родители у меня из Трукмении и Азербайджана. Так как я не совсем белорусская, для меня, конечно, створяло некоторые сложности изучать другой язык. Но с помощью моих учителей, и я безумно им за это благодарна, у меня это получилось, я считаю, в достойной мере. И снова баль. Да у делу им гэтая пара не просто рахтовалися на репетициях. Практично все выучали историю и культуру 18-19-го стагодзев. Кажут, что без отчувания атмосферы тых часов танцы не будуть такими видовишными. Александр Серов, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько. Телерадо. Компания «Гомель». Компания «Гомель».